В советские годы патриотическому воспитанию уделялось большое внимание. А вот сегодня молодежь в этом смысле зачастую остается в информационном вакууме. Не хватает примеров настоящих героев, не хватает встреч с теми, кто сам сделал вклад в спасение Родины. Исправить ситуацию решили в Краснодаре, для школьников устроили встречу с ветеранами. Свидетелями живого общения молодежи и умудренных жизнью защитников Отечества стали наши коллеги. В рамках мероприятий «Месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы» в школе номер 61, что на хуторе Ленина города Краснодара, была проведена встреча ветеранов Карасунского округа со старшеклассниками. Среди гостей были председатель Карасунской ветеранской организации Борис Васильевич Семенихин и Петр Евгеньевич Терновский, руководитель пресс-центра окружной ветеранской организации. Последний, будучи писателем, привез с собой часть своих книг в дар школьной библиотеки. Я могу показать несколько экземпляров. Это, допустим, «Карасунцы на полях сражений», книга о жителях хутора Ленина, которые участвовали в Великой войне. Это вот книга «Афганская эпопея», посвященная как раз 30-летию вывода наших войск из Афганистана. Здесь вот рассказы о товарищах моих. Ну и даже вот такую книжку, она, может быть, редкая. Это сказки дедушки Пети, которые я однажды взял и написал для своей внучки Виктории. Почему я пишу эти книги? Они, как видите, носят такой патриотический характер, в основном военной тематики, потому что всю жизнь была связана с этим делом. Вот хочу передать часть своего понимания этого мира детям. О войне на самом деле книг написано немало, но больше именно о военных событиях. В трудах же Петра Терновского перед читателем предстает рядовой солдат. О его быте, о жизни повествуют книги Петра Евгеньевича, ведь он сам участник боевых действий в Афганистане. В 61-ю школу многие годы связывают теплые отношения с местным приходом храма Георгия Победоносца, духовенство которого окормляет учебное заведение и проводит уроки в казачьих классах. У нас вот здесь, в поселке, сложились очень добрые отношения и со школой, и с ветеранской организацией, и с организацией воинов-интернационалистов. И вот сегодняшнее мероприятие говорит о таком тесном сотрудничестве, взаимодействии. Тем более, что вот этот месяц духовенство храма посещает классы, и как раз таки мы вот в течение месяца проводим беседы с ребятами и о церкви, и о патриотизме. Есть идея создать при новой школе военно-патриотический музей. Ветераны обещали помочь с экспонатами. В завершении встречи Петр Терновский передал несколько своих книг в библиотеке 61-й школы. Представляете, написать! АПЛОДИСМЕНТЫ